Всем привет! Сегодня расскажу вам, как создавать уникальные интерьеры с идеей, а не просто ремонт из пинтереста. Интерьер с дизайном вне времени, вне моды. Буду рассказывать на примере нашего интерьера с невероятной атмосферой, атмосфера летнего сада. Покажу вам, как было и стало. А в конце расскажу о трех крутых фишках в интерьере, которые вы сможете применить у себя. Вот с этого момента поподробнее. Так что ставим лайк и смотрим до самого конца. Люди, которые обращаются к нам за дизайн-проектом, как правило, ранее уже работали с какими-то дизайнерами. На вопрос, зачем приходите к нам, почему не работаете с прежними дизайнерами, которые все уже про вас знают, все ваши хотелки изучили, получаем ответ. Нам надоели типовые интерьеры, надоели одинаковые серо-бежевые цвета, одинаковая мебель, которая стоит у всех, во всех интерьерах. И вообще мы не хотим быть как инкубаторские. Поэтому давайте-ка придумайте нам что-нибудь эдакое. Например, летний сад. И я понял, заказчики, которые приходят к нам, ожидают какого-то чуда. Магии, я бы даже сказал. Я даже свой курс назвал магия дизайна. Потому что есть что-то волшебное в том, как мы создаем дизайн интерьера. Вот и этот интерьер с волшебной атмосферой летнего сада 19 века. Такая идея. Вообще в интерьере самое главное это идея и композиция. Композиция и идея. Вот про идею сейчас и поговорим. Для каждого заказчика своя идея. Какая-то особенно индивидуальная. Как и сам человек. Ведь каждый из нас уникален и индивидуален. И это позволяет создавать уникальные интерьеры, не похожие ни на что. Ни как у других. То есть что-то свое, неповторимое. Вот представьте. Вы в саду. Много зелени. Поют птички. Травка шуршит. Зелень. Лучи солнышка падают на дорожке. Шуршит гравий под вашими ногами. Водичка. Уютный прудик и тишина. Тут главное ваши ощущения. В этом ключ успеха. В ощущениях. А не просто в картинках. Это и есть идея. Идея найти, нащупать те ощущения, которые будут вызывать у вас эмоции и переживания. Именно в вашем интерьере, когда вы там будете находиться. Согласитесь, это отличается от просто картинок, которые вы нашли в качестве аналогов где-то на Пинтересте. Согласны? Тогда ставьте лайк и продолжайте смотреть, чтобы узнать, как создается интерьерная магия. Почему идея летний сад? Наш интерьер создавался для прекрасной молодой женщины. Такой современной бизнес-вумен. Дело в том, что у нее очень напряженная работа. Интенсивный график. А ей хотелось бы от всего этого отстраниться, придя домой. Так сказать, хочется спокойствия и умиротворения. Переключение. Полное расслабление и умиротворение дома. Вот такой был запрос и желание нашей заказчицы. Мы посидели, подумали, провели мозговой штурм и придумали идею летнего сада. Мы захотели создать атмосферу летнего сада 19 века. Неспешные прогулки. Люди прогуливающиеся по этим дорожкам. Светит солнышко. Шелестит зелень. Дамы прогуливаются с красивыми ажурными зонтиками. В общем, полный релакс. Мы даже картинки для этого специально подобрали. Представили? С одной стороны, город, суета, все куда-то бегут, шум, гам. А с другой стороны, полное умиротворение и тишина. Как говорится, тишь, гладь, да божья благодать. В первый раз, когда мы увидели квартиру, она выглядела вот как бетон, кирпич, все серое. Того и гляди, начнется депрессия. А планировка так вообще отдельный кошмар для заказчика. Так вот, сначала мы переделали планировку. Сделали ее удобной и эргономичной. Под клиента. И вообще, именно с планировки начинается любой дизайн-проект. Это как фундамент для дома. Должен быть надежным, правильным, классным. С планировкой вот что у нас получилось. Просторная прихожая с гардеробом. Большая и светлая кухня-гостиная. С островом, с большим обеденным столом. Огромным диваном. И даже кушетка перед панорамным окном. Спальня с большой кроватью и макияжной зоной. Ванна при спальне и отдельно большой гардероб. Для девушек, кстати, это очень важно. Не забыли и про хозблок. Теперь стиралка, химия, уборочный инвентарь. Прибраны и все на своем месте. Планировка это сценарий жизни. Программа, если хотите. И как мы ее напишем, так вы и будете жить. Поэтому планировку нужно доверять только профессионалам высочайшего уровня. Как я, например. Я даже услугу отдельно вел, планировка и консультация. После планировки можно придумывать идею интерьера. Кстати, я по этому поводу снял целое видео, как придумывать идею для интерьера. Вот по ссылочке вы можете перейти и посмотреть. И теперь, когда идея придумана, нужно заняться композицией. Помните, я вам говорил, что в интерьере самое главное это идея и композиция. Так вот, сейчас про композицию. Композиция это составление целого из частей. Целое это вся наша квартира. А части это мебель, светильники, отделочные материалы, декор и так далее и тому подобное. То есть это элементы, из которых собирается весь интерьер. И если он выглядит целостно и гармонично, то значит с композицией все в порядке, все подобрано правильно. Вопрос. А как правильно подобрать все эти элементы интерьера? Как их составить в единую композицию? Смотрим, далее я об этом расскажу. Итак, у нас есть придуманная идея, есть картинка-образ. И первое, что мы делаем, это работаем с колористикой. Раз наша идея летний сад, то значит цвета должны этому соответствовать. В основном это зеленые оттенки. Чем больше, тем лучше. А также все природные цвета и оттенки, которые мы можем увидеть с вами в лесу и в парке. Но этого недостаточно. Для того, чтобы было красиво и гармонично, мы должны составить цветовую схему. Делаем мы это по цветовому кругу Иоханнеса Иттона. Цветовую схему разрабатываем мы для каждого интерьера. И придерживаемся этой схеме на протяжении всего проекта при выборе абсолютно всех элементов этого интерьера. Оделочных материалов, мебели, светильников, штор, подушек, всего-всего-всего. И тогда у вас 100% интерьер будет гармоничным. Я это называю вкусным. В композиции также важны подбор текстур и фактур. И для нашего летнего сада отлично подошли текстура бархата на диване, ажур ковра, даже столик в виде яблока. Светильники, птички и даже зеркало мы выбрали состаренное, с патиной. Это как бы имитирует воду в пруду. Важно также, какие формы у этих предметов. Так как у нас тема природная, то и формы должны быть природные, обтекаемые, листвистые, коряжистые. А теперь посмотрите на интерьер уже новым взглядом, и вы начнете замечать цвета, фактуры, текстуры и формы. И почему они именно такие. И напишите в комментариях, что вы заметили и увидели. Вы уже поняли, дорогие друзья. Чтобы интерьер получился красивым и гармоничным, нужно уметь подбирать предметы правильной формы, текстуры и цвета. И правильно их компоновать. То есть составлять композицию. А это непросто. И не у всех получается с первого раза. Но если вы хотите научиться этому искусству, то это можно легко сделать на моих курсах. Ссылочку оставлю в описании. Продолжим экскурсию. Спальня это летний сад на закате. Это то время, когда солнце садится, но последние лучи мы еще можем уловить. Поэтому цвета в спальне и ванной приглушенные, плотные. Прямо из спальни мы попадаем в хозяйскую ванну. Эта ванна настоящая комната для релакса. Дерево, цветы, обои на стенах, люстра, шторы. Настоящий шик. Но чтобы получилась такая красота, особенно в ванной комнате, нужно максимально все прибрать и убрать по своим местам. То есть организовать хранение. Это очень важно. А иначе не получится дизайна. Как мы это сделали в этом интерьере? Где предусмотрели хранение? Что за фишки такие? Смотрите далее. Сейчас будет рассказ о фишках в этом интерьере. Но сейчас три дизайнерские фишки этого интерьера, которые вы возьмете себе на вооружение и можете использовать у себя. Или посоветовать своим друзьям и родственникам. Первое. Куда спрятать кошачий лоток? У многих есть домашние животные и особенно коты. Проблема с ними это миски и кошачьи лотки, которые никак не украсят ни один интерьер, особенно наш, идея которого летний сад. Ну сами представьте, как бы это выглядело в нашем интерьере. Напишите пожалуйста в комментариях, как вы решаете этот вопрос. Ну а я рассказываю, как эта задача была решена нами. Сам лоток, который надо сказать огромного размера, потому что кот Майкун. Так вот сам этот лоток мы поставили в хозблоке, который находится в гостевом санузле. А чтобы дверь не оставлять открытой, ну знаете ли, чтобы кот заходил и выходил. Мы сделали лаз прямо в стене, который находится в прихожей под консолью и практически незаметен. Но по крайней мере, когда мы находимся в квартире, его точно не видно. Зато кот может беспрепятственно в любое время заходить, выходить и делать свои дела. Кстати, в санузле еще и вентиляция работать, поэтому запахи вас тоже не будут раздражать. Класс? Класс. Коту тоже понравилось. Фишка номер два. Прозрачные стены и двери в интерьерах. Я очень люблю этот прием использовать и очень часто применяю в своих интерьерах. И в этом проекте я использовал этот прием, сделал дверь в ванную свето-прозрачной. Это дарит нам проникновение света в ванную комнату. И это же, о чудо, мы получаем дневной свет при умывании. Это же здорово. Это позволяет расширить пространство, потому что одна комната перетекает в другую. То есть мы ее спокойненько наблюдаем. То есть получается, что зрительно квартира увеличивается. А это именно то, чего вы так желаете. Вот я даже в этом не сомневаюсь. Интересная деталь. Перед ванной висят настоящие шторы. А за ними на цветочном фоне висит зеркало в резной раме. Очень оригинальный прием, на который не каждый решится. Но зато посмотрите, какая красота. И да, столик. Рядом с ванной должен быть столик, на который можно поставить бокальчик чаю и положить любимую книжечку. Вот это настоящий релакс. Согласны? Напишите в комментариях, да или нет. Третья фишка этого интерьера. Ну, почему этого? Во всех интерьерах мы применяем этот прием хранения в ванной. Итак, где у вас хранятся баночки, скляночки и прочая дребедень, которая в ванной комнате обычно у всех стоит на раковине, на бортах в ванны, ну и, конечно, на любимых полочках над унитазом. Мне особенно нравится, когда возьмут и зашьют инсталляцию, сделают вот эту вот полочку или нишу и все это заставят вот этими разношерстными банками. Друзья, это все называется визуальный шум, который раздражает наши глаза и гармонии не получается. Что нужно делать? Рассказываю. Над инсталляцией не надо делать никаких полочек и ниш. Зашивайте всю эту стену с инсталляцией полностью дверками шкафов. Какие-то будут стационарные внизу, которые зашьют инсталляцию, а те, которые сверху, будут открываться. Кстати, может и боковые тоже будут открываться. Глубина такого шкафчика всего 20 сантиметров, но все, абсолютно все баночки в него влазят. И вы раз и навсегда наведете порядок в вашей ванной комнате и появится шанс создать красоту, как мы это сделали в нашем великолепном интерьере и создали эту прекрасную волшебную атмосферу летнего сада. Ну согласитесь, ну классно же полежать в такой ванне. Тут сам собой напрашивается вывод. Сначала нужно делать планировку с продуманным хранением абсолютно для всех вещей. Даже для швабры и тряпочки. В описании оставлю ссылочку на услугу эскиз планировки. Ну, вдруг вы пробовали и у вас не получилось самостоятельно сделать удобную гармоничную планировку. Ничего страшного, у меня получится. Сделаем планировку, дизайн и ремонт. Ну а на этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и в телеге тоже подписывайтесь. Градис Интериор называется. Кто его знает, что будет с Ютубом? Да пребудет с вами Муза. Всем пока.